Тверская область Восстание архимандритом Свято-Успенского монастыря сюда был принят на воспитание посадский отрок Иоанн, ставший первым патриархом московским и всея Руси Иовом. Здесь же начинал свое монашеское служение и будущий настоятель Троицы Сергиевой Лавры архимандрит Дионисий, поднявший знамя освободительной борьбы против поляков и благословивший войска князя Пожарского на изгнание врагов из Москвы. Впервые наш старецкий Свято-Успенский монастырь упоминается по легенде в 1110 году, когда сюда приплыли двоинока Трифон и Никандр с Киево-Печерской Лавры и основали вон на том высоком мысу монастырь. К сожалению, летописных сведений подробных не сохранилось. Единственное, что остались некоторые исторические события, связанные с монастырем, но в частности, когда сюда пришли татары-монголы, они порубили 124 монаха. Во главе с игуменом Серапионом и Телесы их бросили в Волгу, но Волга Телесы не приняла, вынесла их на берег и оставшиеся жители их перезахоронили. С тех пор о монастыре почти никаких фактов нету, а вот в 16 веке старецкий Свято-Успенский монастырь был возрожден благодаря младшему сыну великого князя Ивана III Андрея, который перенес с высокого мыса монастырь именно вот на это место. И вот то, что мы где находимся, это монастырь уже 16 века. И если мы будем дальше говорить о нашем городе, то надо сказать, смотрите, 1110 год первого упоминания о монастыре, а город упоминается спустя 180 лет. Например, в Тверской летописи мы можем прочитать такие строки, где впервые упоминается наш город Старица, и бысть городку на Волге Козубцову на Старице. То есть вокруг монастыря разросся посад, а потом появился город. Главная монастырская постройка – белокаменный, светлый и просторный Успенский собор, возведенный в 1530 году. С него началось создание нового ансамбля Свято-Успенского монастыря. Сын Андрея Ивановича, князь Владимир Старицкий, продолжил строительство обители. Обнес монастырь каменными стенами, благо украсил собор. При нем было собрано братья, назначен настоятель. Во второй половине 16 века Старица стала вотчиной царя Иоанна Грозного. Посетивший ее государь влюбился в этот живописный городок над Волгой, дав ему ласковое прозвание «Любим город». Царь с радостью молился вместе с монахами в Успенском монастыре. Один за другим поднимались храмы и церковные постройки обители. Веденская церковь, храм Иоанна Богослова, Троицкий собор, колокольня, в первом ярусе которой была расположена часовня над могилой патриарха Иова, уроженца Старицы. Годы духовного служения патриарха неразрывно связаны со Старицким Свято-Успенским монастырем, где он принял постриг и впоследствии стал настоятелем. В 1589 году он стал первым патриархом московским и всея Руси. И хотя о нем известно немного, ясно то, что это был человек цельный и несгибаемый, когда дело касалось главных ценностей – нерушимости государства российского и православной веры. В смутное время, в 1605 году, патриарх Иов отказался присягать самозванцу Лжедмитрию. Неугодный патриарх был сослан в Старицкий-Успенский монастырь. Через два года в родной своей обители святитель приставился ко Господу. Мы гордимся тем, что уроженец он нашего города. Сегодня 16-й патриарх Кирилл, а вот первый патриарх – наш старичанин Иов. И мы очень гордимся вот этим. Кроме Иова у нас были тоже великие ученики здесь, воспитывались. Герман, будущий митрополит московский, преподобный Дионисий, который будет в конечном итоге возглавлять оборону Троицы Сергиевой Лавры в 1610 году. За какой короткий период прославлены в святках наши три выдающихся церковных деятеля. Роль Старицы к 17 веке уже была не столь значительна, потому что город сам был как город-крепость, и здесь близко западные границы. А когда границы отошли уже к морю, то Старица превратилась в уездный провинциальный городок и жила своей особенной жизнью. Здесь по статусу монастырь был третьего класса, 11 монахов. Вот эта размеренная жизнь была нарушена революционными событиями, и монахов отсюда изгнали в 1928 году. Сам монастырь перешел в запустение. Вокруг стена, которую мы видим, она была полностью уничтожена в 1939 году, и ее не существовало, разруха, куполов многих не было, разбитые стекла, ни одной башни не сохранилось. В таком запустении монастырь пребывал до 2002 года. В истории древней обители наступил долгий период забвения, продлившийся 80 лет. Великая Отечественная война оставила свой разрушительный след в монастыре. Фашисты вошли в Старицу 12 октября 1941 года и оставались здесь более двух с половиной месяцев. Драматические события произошли в Успенском монастыре. В Эведенской церкви фашисты заморозили 78 пленных красноармейцев. Советскими войсками город был освобожден в новогоднюю ночь 1 января 1942 года. Почти все постройки монастыря оказались в полуразрушенном состоянии. В конце 20-го столетия начался новый этап в истории России – духовное обновление жизни. В 1989 году был прославлен в лике святых первый русский патриарх Иов. Почти через 10 лет, 18 апреля 1997 года, по решению Священного Синода и благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II, в городе Старицы был открыт Свято-Успенский мужской монастырь для возобновления в нем монашеской жизни. На пороге третьего тысячелетия в Старицком монастыре царила мерзость запустения. Огромные зияющие дыры и гигантские трещины, облупившиеся фрески, развалившаяся кладка, разрушенные каменные стены. Ничего не осталось от внутреннего убранства. В 2001 году был создан благотворительный фонд возрождения Успенского монастыря. Трудно, но радостно восстанавливать монастырь от полного забвения и поругания. Молитва стала звучать под древними сводами обители, и с помощью Божией, усердными трудами насельников и прихожан, монастырь день от дня поднимался. Летом 2002 года в Старицкой Вознесенской церкви были обретены мощи и личные вещи местночтимой схемонахини Пелагии, которое приходилось духовной матерью, первому российскому патриарху Иову. Мощи матушки пребывают сегодня в Успенском соборе Старицкого монастыря и открыты для всенародного поклонения. Символически встречая здесь мощи схемонахини Пелагии, мы установили этот гроб на том месте, где мощи были обретены. Для того, чтобы была такая историческая память для всех нас, что именно здесь производились эти работы, и именно здесь покоилась матушка Пелагия. Некогда Старица была весьма заметным центром русской общественной, государственной и духовно-нравственной жизни. Местный краевед Зубарев в начале 20 века писал, «Вся русская земля очень хорошо знала, что такое Старица и где она расположена». Горожане верят и надеются, что с возрождением Свято-Успенского монастыря и духовным преображением этих мест прославится древний городок Старица по всему лицу нашего Отечества. И в большом множестве устремятся сюда паломники, чтобы насладиться красотой древнего города и духовно напитаться у его святынь. Маленькая Старица, в которой до революции проживала чуть более четырех тысяч. Десять храмов, монастырь. Вы представляете, насколько набожная была Старица? А в XVI веке по писцовым книгам в Старице было более тридцати церквей и четыре монастыря. Представляете, это своего рода деревянный китеж. А это не могло быть просто так, потому что это место богомольное, место, куда действительно люди приходят. У нас, честно признаюсь, уже с весны начинается просто поток паломников, очень много экскурсий проводим. Люди интересуются, и вот слава Богу, что вот это и есть возрождение России. Нам сегодня не надо что-то искать, потому что с восстановлением храмов есть восстановление России и нашей нравственности, духовной жизни. Наполняясь жизнью светом, восстают из руин храмы и монастыри. Перед нами открываются забытые, славные страницы летописи нашего Отечества. Вот и еще одна глава из истории России приоткрыта. Возникновение и судьба Старицкого, Свято-Успенского монастыря, великих подвижников Церкви Христовой, жизненный путь которых непосредственно связан с этой обителью, общенародное достояние. Субтитры создавал DimaTorzok